О компенсации расходов на приобретение оборудования для перехода на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание на предчастие докладывал начальник управления социальной политики по Артемовскому городскому округу Светлана Хараченко. Моя тема выступления сегодня это о тех мерах социальной поддержки, которые будут предоставляться гражданам в связи с переходом, с осуществлением перехода с аналогового телевещания на цифровое телевещание. В связи с таким переходом, законодательным собранием Свердловской области принят закон Свердловской области от 17 октября этого года номер 104 ОЗ о внесении изменений в закон Свердловской области об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан Свердловской области. Указанным законом предусматривается предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан в форме компенсации 90% затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, но не более установленного правительством Свердловской области максимального предельного размера этой компенсации. Социальные гарантии будут предоставляться малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при соблюдении следующих условий. Во-первых, малоимущая семья или гражданин должны проживать на территории Свердловской области в населенном пункте, включенном в перечень населенных пунктов, указанных в законе. Второе условие, когда малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации. Третье условие, когда малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют доход ниже прожиточного уровня, то есть ниже 10672 рублей. Четвертое условие, если ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину не предоставлялась эта частичная компенсация затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования. Данный закон вступает в силу с 1 января 2019 года и частичная компенсация соответственно будет предоставляться начиная с 1 января 2019 года. Компенсация будет предоставляться в связи с осуществлением затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Я думаю понятно, что расходы семья должна поднести, приобрести оборудование в данный период с 1 июля по 2018 года по 31 декабря 2019 года. То есть в течение еще 2019 года можно будет приобретать это оборудование и обращаться в управление социальной политики для получения компенсации. В настоящее время проходит процедуру согласования постановления правительства Свердловской области по установлению максимального предельного размера частичной компенсации. Это то, что я говорила, 90% затрат, но не более, то есть компенсации будут подлежать расходы 90% затрат, но не более установленного максимального предельного размера частичной компенсации. В скором времени будет принят и утвержден порядок предоставления частичной компенсации, перечень пользовательского оборудования и перечень населенных пунктов, расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного вещания и вне зоны сигналов цифрового вещания. О принятых постановлениях мы сообщим дополнительно в средствах массовой информации, на приемах в управление будем доводить эту информацию. Консультации можно получить в управлении социальной политики в кабинетах номер 1, 2, 5 и 12, либо по телефону 2, 48, 16 и 2, 52, 66. На сегодняшний день, по словам Светланы Харченко, получателями государственной и социальной помощи являются порядка 1200 человек, но есть семьи, которые еще не обращались, но могут подпадать под действие данного закона. Поэтому управление социальной политики ведет адресную разъяснительную работу среди малоимущей категории граждан. Дело в том, что адресная помощь по компенсации расходов на приобретение оборудования для перехода на цифровое наземное эфирное телевещание носит заявительный характер. То есть, если малоимущий гражданин не написал заявление, то компенсации ему не будет. Что касается перечня документов, необходимых для получения компенсации за приобретенное оборудование, то он еще находится на стадии согласования в правительстве Свердловской области. После того, как будет принят порядок предоставления документов социальными службами, будет озвучен перечень принимаемых документов и список оборудования, предоставляемого для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.